Если в Испании повсюду начали продавать марципаны, значит скоро Рождество. А самое вкусное можно купить в Толедо. Здесь их делают и в монастырях, и в многочисленных мастерских. Например, в этой пекарне хранят секрет приготовления рождественского марципана уже более 200 лет. Пабло в семейном деле с раннего детства. «В рождественский сезон я даже отпрашивался с уроков. На то была уважительная причина. Я, ребёнок, делал всё, что нужно в пекарне. Ведь в те времена рук не хватало». Основа изготовления талецкого марципана проста. Его делают из миндаля и сахара. Орехи закупают на территории испанского Леванта. Происхождение марципана доподлинно неизвестно. Считают, что его придумали арабы. В Испании первые упоминания о десерте относятся к началу 16 века. «Толедо – город трёх культур. Здесь смешались и прекрасно ужились мусульманские, еврейские и христианские традиции. Сейчас крупные производители марципанов – это монастыри. Они хранят многовековые традиции изготовления этого десерта». В наши дни марципаны делают разной формы и с разными добавками. А вот такой десерт в виде угря изготавливают с 19 века. Его дарят в католический праздник трёх королей. «В Мексике у нас много сладостей. Есть и марципаны, но они совсем не такие. Их делают из арахиса и сахара. Они очень сладкие, но вкус совсем другой. С собой из Испании можно привезти ветчину, сыр и много чего ещё. Сложно выбрать. Но марципаны из Толедо просто восхитительные. Я впервые их попробовала». Марципаны уже давно стали таким же знаменитым символом Толедо, как и оружие из стали. Причём здесь, в отличие от других испанских городов, их продают и едят круглый год. Поисково-спасательные операции продолжаются в некоторых регионах Малайзии после того, как на страну обрушились худшие за много лет наводнения. «Я видел такое в 90-х. Здесь было наводнение. Но в этот раз оно ещё хуже. Никто такого не ожидал». Ливни начались в пятницу и шли более трёх дней. За одну только субботу выпала месячная норма осадков. На этих кадрах с дрона видно, что большая вода не отступает. Свои дома были вынуждены покинуть более 60 тысяч человек. Больше всего страдает штат Силангор – один из самых густонаселённых и богатых в стране. «С тех пор, как я переехал сюда в 2012-м, это одно из худших наводнений. Для этого района точно худшее». Сообщается более чем о 20 погибших. В целом от наводнений пострадало восемь штатов Малайзии. Люди жалуются, что власти отреагировали медленно. Некоторые прождали помощи в своих затопленных домах все выходные. «У меня нет денег. Всё заканчивается. Опасно. Наша жизнь под угрозой». Почти 600 мигрантов по-прежнему остаются в складском помещении на белорусско-польской границе. Власти говорят, что некоторые решили остаться в Беларуси. Но большинство по-прежнему хочет попасть в Евросоюз. «Мы приехали, чтобы перейти границу в Европу. Мы хотим поехать в Германию. Но потом начались проблемы с деньгами. Мы были вынуждены жить в лесу. Условия не для жизни. Очень сложно». Впрочем, возвращение на родину для большинства тоже не вариант. «Я планирую остаться, потому что не могу вернуться в лес или обратно в Сирию. В Сирии ничего нет. У меня там нет ничего. Ни дома, ни работы». Гуманитарные организации говорят, что продолжают поставлять людям помощь. «Доставлено нашими международными партнёрами 192 тонны гуманитарной помощи разного рода и продуктов питания, одеял, матрасов, одежды, обуви и всего остального». Миграционный кризис обострился осенью, когда к границе Беларуси со странами ЕС устремились тысячи мигрантов. В итоге в лесу у кордона собралось около 4 тысяч человек. Они неоднократно предпринимали попытки прорваться на сторону ЕС. Многих задерживали и возвращали обратно. Брюссель обвиняет в кризисе Александра Лукашенко. Он считает, что белорусский президент облегчил получение виз и логистику для жителей ближневосточных стран в ответ на санкции. Сам Лукашенко эти обвинения отрицает и говорит, что не имеет к кризису никакого отношения. У каждого пятого француза, заболевшего коронавирусом, обнаруживают вариант омикрон. По данным правительства COVID-19 во Франции стал распространяться быстрее, особенно в Париже и окрестностях. Так, за последние сутки выявили около 73 тысяч новых заболевших. «На национальном уровне нынешние оценки распространения варианта омикрон в нашей стране говорят о том, что 20% заражений связаны с этим штаммом. Напомню, что на прошлой неделе этот показатель достигал в нашей стране 10%, то есть скачок очень большой». Правительство обещает в начале января принять закон, который превратит паспорта здоровья в паспорта вакцинации. То есть сделает прививку от COVID-19 обязательной для ряда профессий, а ещё для входа в кинотеатры, бары и другие общественные заведения. Пока в стране зелёный сертификат можно получить не только после прививки, но и сделав тест на коронавирус. «И в новостях, и во время встреч последних дней все обсуждают вопрос, нужно ли расширять требования к паспортам вакцинации на рабочих местах». По словам представителя Кабинета министров, пока политические партии, профсоюзы и работодатели не могут прийти к согласию в этом вопросе. В отличие от других европейских стран, Франция пока не планирует дальнейших ужесточений коронавирусных правил. Власти отмечают, что смогут сдержать новую волну с помощью масштабной вакцинации и тестирования. Десятки ярких ленточек и долгие часы работы. И всё это для того, чтобы разбить всё это палкой. Красочное изделие называется пиньятой. Разбивание пиньяты – неотъемлемый атрибут Рождества в Мексике. «Изоляция закончилась, и мы рады собраться всей семьёй и хорошо провести время». Пиньяту делают из картона и папье-маше. Потом основу украшают цветной бумагой. Внутри лежат конфеты. Сейчас пиньяты могут быть любой формы, но традиционная – семью шипами. Они символизируют человеческие грехи – жадность, обжорство, лень, гордыню, зависть, гнев и похоть. Разбивая пиньяту, человек словно борется с искушениями и уничтожает в себе пороки. А сладости – это награда от высших сил за правильно выбранный путь. Иногда разбивающему пиньяту завязывают глаза. Это напоминает о том, что в жизни надо опираться на безоговорочную веру. «В этом году после изоляции люди стали чаще выходить на улицу. Они не сидят дома. Люди пересматривают свою жизнь и ценности, которых были лишены во время пандемии. Разбивая пиньяту, мы вместе переживаем минуты счастья и радости». Точное происхождение традиции неизвестно. Некоторые считают, что прообразом пиньят стали китайские фонарики. В средние века о них узнали европейцы, а потом фонарики попали в Мексику. Другие говорят, что пиньяты делали ещё во времена ацтеков. Разбивая их, индейцы просили богов послать грозу и ливень. Мастерские по изготовлению пиньят есть по всей Мексике. Чтобы сделать пиньяту вручную, нужно от 7 до 14 дней. Ледяная сказка рядом с главной новогодней ёлкой Томска. Здесь расположились 16 больших и 16 малых ледовых скульптур. Их делали мастера со всех уголков России. «Мастерство скульпторов растёт год от года. Я не знаю, что это такое. Возможность инструмента или таланта, или желания. Но Томск украшен феерически». Фестиваль «Хрустальный Томск» в этом году посвящён народному искусству и культуре. Свои творения представили 16 команд. «Композиция называется «Печка самоходная». Комароки верхом на самоходной печке. Такая весёлая, шумная композиция». Мастера трудились целую неделю – с утра до позднего вечера. Некоторые оставались и на ночь. Причём температура упала до минус 25. «Я приехала с Краснодарского края на данный момент. У нас там было плюс 19-20. Поэтому у меня примерзли не только руки, но и голова и мысли. Поэтому я не могла ни шевелиться, ни думать, ни работать». Для скульпторов подготовили 376 ледяных кубов общей массой 156 тонн. Каждая команда получила по 8,5 блоков. «Если это много блочка, даётся на 4 человека 8 кубов или 6 кубов льда. А тут на двоих. Сложность в том, что мы вдвоём. И это две девочки, которые должны осилить почти 8. Один куб весит почти 2 тонны». Первое место заняла команда из Якутии с композицией «Небесная кобылица». «Очень благоприятная погода. Лёд очень чистый, хорошо режется, мягкий. Инструменты ни разу не закупились, что радует». На втором месте две скульптуры – печка самоходная якутских мастеров и полёт шмеля команды из Хабаровска. Третье место заняли скульпторы из Томска и якутские мастера. Традиционные красные и зелёные в Голливуде в этом году отошли на второй план. Главный тренд – чёрный. И речь не только об украшениях, но и о самой рождественской ёлке. Популярны также чёрные венки, гирлянды и перья. Чёрными сделали и носки для подарков, которые вешают у камина. Акценты предлагают делать блеском, серебряным и золотым. Праздничные столы – это буквально декорации к рождественскому шоу. Сервировка яркая, блестящая и эффектная. Популярные элементы декора – животное. Одни металлические, другие чёрные, с блестящими акцентами. В этом магазине в Беверли-Хиллз в тренде роскошь, снег и дискотека 80-х. А некоторые элементы – навеянные ностальгией по старому Голливуду. На ёлках можно увидеть икону поп-музыки Шер, икону моды Карла Лагерфельда и икону модной журналистики Анну Винтур. «Большие тренды 2021 года – чёрный и металлик. Мы отошли от красного и зелёного и переключились на серебро, мерцание, гламур и блеск». Уличные украшения – это тоже огни и мерцание. Так, на одном из прудов Голливуда можно заметить 600 светящихся камышей. В целом улица Беверли-Хиллз украсила более миллиона огней. 2021 год начался со скандальных выборов президента США, по итогам которых президентом объявили демократа Джо Байдена. При этом Фейсбук, Инстаграм и Твиттер заблокировали аккаунты его оппонента республиканца Дональда Трампа, который пытался доказать подтасовки в ходе голосования. Северная Корея в течение года провела несколько испытаний баллистических ракет. А в Мьянме произошёл государственный переворот. Военная хунта свергла демократически избранное правительство и отправила под домашний арест де-факто лидера страны Аун Сан Суджи. США и ЕС ввели параллельные санкции против России в связи с отравлением Навального. Кроме того, посольство США в Москве перестало выдавать туристические и деловые визы. До этого власти России ограничили наём сотрудников посольства недружественных стран. В апреле прошёл климатический саммит, на котором страны снова взяли на себя обязательство сократить выбросы СО2. А в мае лидеры ЕС согласовали в отношении Беларуси дополнительные санкции, включая экономические. Это стало ответом на арест оппозиционного журналиста после экстренной посадки самолёта в аэропорту Минска. В Израиле закончилась эра Беньямина Нетаньяху. После 12 лет на посту его сменил националист Нафтали Беннет. При этом страна продолжила восстанавливать дипломатические отношения с арабскими и мусульманскими странами. На Кубе прошли исторические массовые протесты, люди призывали к реформам. Социалистические власти выступления быстро подавили. В августе начался миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС. Поток мигрантов продолжал расти всю осень. Особенно острая ситуация была на границе с Польшей. Европа обвинила в кризисе Беларусь. Александр Лукашенко, в свою очередь, сказал, что не имеет к этому никакого отношения. Тем временем в Афганистане власть снова захватил Талибан. Движение, запрещённое в России и других странах. В итоге оттуда хлынул поток беженцев. А в Германии спустя 16 лет из большой политики ушла канцлер Ангела Меркель. Сменился и канцлер Австрии. Правда, на фоне скандала. В ноябре остров Барбадос в Карибском море официально стал республикой, полностью разорвав связи с Великобританией. И, наконец, грядущие Олимпиаде в Пекине объявили политический бойкот. Своих дипломатов на открытие не станут отправлять США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания. Власти КНР обвиняют в серьёзных нарушениях прав человека.